Десна ТВ Десна ТВ А теперь об этих и других событиях подробнее. На всех выборах, которые будут проходить 18 сентября этого года в нашей области, не предусмотрено досрочное голосование, но избиратель вправе получить открепительное удостоверение. Это можно будет сделать с 3 августа по 6 сентября в избирательной комиссии муниципального образования, а с 7 по 17 сентября в участковой. С 6 по 20 июля в поддержку детского телефона «Доверие» по 12 российским городам проходит автопробег эстафета «Доверие» протяженностью около 3000 километров. 20 июля колонна прибывает в Смоленск. Напомним, номер единого общероссийского детского телефона «Доверие» – 8 800 2122. В 65 регионах России он работает в круглосуточном режиме. Съёмки нового телесериала «Вольная грамота» проходят в нескольких регионах Центральной России, в том числе и в Смоленской области. Сейчас съёмочная группа круглосуточно работает в родовой усадьбе Грибоедова-Хмелита в Вяземском районе. Планируется, что зрители увидят исторический сериал «Вольная грамота» уже в будущем году. На плановом оперативном совещании глава Десногорска Вячеслав Сидунков подвёл итоги минувшей недели и определил задачи на текущую. Вячеслав Владимирович принял участие в заседании Фонда ассоциации территорий расположения атомных станций в Новоборонеже. Там было достигнуто соглашение о пилотных проектах для трёх городов, в том числе и Десногорска. Студенты под непосредственным руководством профессоров ведущего архитектурного вуза страны помогут преобразить территорию. У нас это будет набережная и тропа здоровья. Прибытие группы из Мархи планируется уже в августе. «Получим несколько вариантов развития этой территории проектной, которые предложим на суд общественности. Мы предложим нашим горожанам оценить предложенные варианты. И, соответственно, вариант, который получит поддержку специалистов и населения города, пойдёт в дальнейшую проработку». Госветслужба Десногорска напоминает, что вся животная и растительная продукция, ввозимая индивидуальными предпринимателями из других регионов, должна проходить обязательную ветеринарно-санитарную экспертизу. «Каждый житель города приобретает эту продукцию, вправе проверить, на соответствии, была экспертиза или нет». Продолжается подготовка объектов города к зиме. Уже проведены гидроиспытания в первом, седьмом и восьмом микрорайонах Десногорска. Сейчас заканчиваются работы на теплосетях второго микрорайона. «По жилому фонду подготовлены 91 единица многоквартирных жилых домов. На объекты жилого фонда выполнена замена 1357 квадратных метров рулонной кровли, 1113 погонных метров монтажных швов. Значит, работы по подготовке производится в соответствии с графиками. На основании пока что нет». 11, 12 и 16 августа Комитет имущественных и земельных отношений проведёт аукционы. Все подробности можно узнать на сайте. В образовательных организациях Десногорска идут ремонтные работы. В начале августа стажёры поисковых отрядов Десногорска примут участие в международной учебно-тренировочной вахте памяти. В Смоленске арестована огромная партия радиоактивной черники. Сотрудникам госветслужбы удалось предотвратить попадание на прилавки 100 килограмм ягоды из Бреста. После повторной проверки проб будет решено, что делать с грузом. Также в областном центре из незаконного оборота изымают и утилизируют арбузы и дыни. Продавцы бахчевых не могут предъявить необходимые документы и сертификаты качества. На неделе рейды будут продолжены, а в состав комиссии войдут сотрудники Россельхознадзора. 1 июня текущего года стартовала Всероссийская благотворительная акция для детских библиотек «Подари ребёнку книгу». Любой неравнодушный человек, любая компания может помочь конкретной библиотеке пополнить фонды изданиями для детей. Детская библиотека Десногорска также опубликовала список изданий, которые крайне необходимы юным читателям. С 1 сентября этого года вступит в силу новый регламент по предоставлению госуслуг по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений. Первыми с новшествами ознакомились руководители автошкол области. Представителям более 20 учебных организаций региона были проведены занятия по организации испытательных упражнений на закрытой экзаменационной площадке. Разъяснена система оценки действий кандидатов водители при сдаче экзамена по первоначальным навыкам управления транспортными средствами категории «Б». На территории Смоленска с управлением ГИБДД подготовлена соответствующая площадка, которая соответствует всем предъявляемым требованиям. Упражнение, количество и время регламентировано также регламентом. Кандидаты-водители, которые конкретно подготовлены и готовы сдать экзамены, я думаю, проблем никаких с сдачей у них не возникнет. Также сотрудники госавтоинспекции совместно с представителями автошкол разобрали новые правила проведения экзаменов. На городской конкурс «Мой двор» подано три проекта благоустройства территории Десногорска от ЭЦМ, АСМАТЭ и представителя 16-го дома 1-го микрорайона Семенова. Заявки будут рассмотрены 22 июля. Посмотреть конкурсные работы и отдать голос за понравившуюся можно на официальном сайте администрации, где объявлено открытое голосование. В Смоленске создается музей Александра Твардовского, который будет размещен в здании областной библиотеки, носящей имя поэта. Организаторы обращаются к смолянам с просьбой принять участие по поиску и сбору материалов, имеющих отношение к жизни и творчеству Твардовского. Ну а сейчас блок криминальных новостей. 24-летний житель Десногорска украл у сожительницы дорогой планшет и снял 17,5 тысяч рублей с ее карты. Девушка обратилась в полицию. Парень не стал отрицать свою вину и сообщил, что потом хотел вернуть украденное. Молодой человек ранее уже был судим за кражи, мошенничество, угон и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Анализ аварийности на дорогах области показывает, что основной причиной ДТП, в которых погибли либо получили ранения люди, является превышение скорости. В целях профилактики правонарушений и снижения количества ДТП в регионе проходит профилактическое мероприятие «Скорость». Оно продлится до 24 июля. О криминальной обстановке в нашем городе на минувшей неделе расскажет майор полиции Светлана Романова. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 118 сообщений о преступлениях и происшествиях. Из них три сообщения о преступлении. Зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий с техническими повреждениями. Выявлено 143 административных правонарушений, в том числе 110 нарушений правил дорожного движения. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения задержан один водитель. За распитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах к административной ответственности привлечены 20 человек. Трое злоумышленников похитили из дома пенсионера все ценное имущество, при этом избив его. Подробности происшествия далее. Поздно ночью в дежурную часть отдела МВД Велишки поступило сообщение от 63-летнего жителя о том, что его дом ограбили. По адресу выехала следственная группа. Изучив место происшествия, полицейские выяснили, что бандиты скрылись в неизвестном направлении на автомобиле. Опросив свидетелей, проведя ряд комплексных оперативных мероприятий, сотрудники полиции задержали злоумышленников. Ими оказались двое молодых людей 95-го года рождения и 48-летний мужчина. Все они граждане соседнего государства. Один из них несколько лет назад работал в доме потерпевшего. В ходе обыска сыщики частично изъяли у подозреваемых похищенное, сейф с деньгами, драгоценности и другие ценные предметы. В отношении подозреваемых следственным отделом Межмуниципального отдела МВД России Велишки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. В настоящее время устанавливается причастность подозреваемых к аналогичным преступлениям, как на территории России, так и на их родине. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова